Уважаемые коллеги, мы хотим разобрать кабинет физиологии растений 11 класс. Начнем мы с первого среза, с первого задания. Нужно нарисовать анатомический срез. Качество рисунка мы не оцениваем. Самое главное, чтобы дети правильно все указывали. В принципе, по картинке все более-менее понятно, что где располагается. Однако хочу отметить оценивание расположения первичного паранхимного луча. Как видно на фотографии, и это было действительно видно на самих морковках, первичный паранхимный луч тянется сквозь всю вторичную ксилему и всю вторичную флоему. Это было очень важно, чтобы дети именно так его обозначили и так его указали. Если же дети его рисовали половину, например, на половину ксилемы и только на кусочек флоемы, то, соответственно, вместо одного балла за правильное обозначение первичного паранхимного луча мы выставляли полбалла. Так как это не очевидная анатомическая структура, именно поэтому первичный паранхимный луч оценивается в один балл, нежели все остальные в 0,5 баллов. То же самое касается и размечивания паранхима вторичной коры. Это тоже не очевидная структура, поэтому она тоже оценивается в один балл. И очень важно понимать, как и где ее ребенок расположил. Поэтому мы ее оценивали относительно расположения флоемы, так как паранхима вторичной коры располагается над флоемой. Следующее задание. Чем являются выросты номер 2? Это, соответственно, боковые корни. Здесь все однозначно. Если ребенок написал, например, что это выходы проводящей ткани, боковые корни, это, в принципе, тоже правильно. Пусть тоже оцениваем в 2 балла в пользу ребенка. Какой слой является, дает начало этим структурам? Да, конечно же, перицикл. Ничего другого правильным ответом не засчитывается. Далее мы с вами разберем раздел, посвященный физико-химическим свойствам пигментов растений. И переходим к оцениванию таблицы 2. В таблице 2 участники должны были заполнить группу пигментов. Это каротиноиды, либо каротин и ксантофилы, либо просто каротины. Поскольку дело имеет с корнеплодом моркови. И, соответственно, все мы предлагаем оценивать в 0,5 баллов любой из этих вариантов. Опять же, в пользу детей. Хотя понятно, что ксантофилы в корнеплоде тоже содержатся. Но вариант каротина мы также предлагаем оценивать в 0,5 баллов. Далее замороженные плоды. Группа пигментов, конечно, антоцианы. И это 0,5 баллов. Далее локализация пигментов. Им нужно было указать органеллу. И в случае моркови это хромопласты. В случае замороженных плодов антоцианы локализованы в ВКОЛЬ. Причем они могут написать центральная, запасающая ВКОЛЬ или просто ВКОЛЬ. И все это мы предлагаем оценивать в 0,5 баллов. Даже в ВКОЛЬ без уточнений. Далее. Столбец с формулами. Здесь есть опасность, что участники будут просто выписывать все подряд числа и ожидать, что получат хоть какие-то баллы. Даже если они не знают, какие формулы соответствуют моркови или замороженным плодам. Поэтому мы предлагаем ставить по 0,5 баллов за каждую верную формулу, но за каждую неверную в этих ячейках вычитать 0,5 баллов. Обратите внимание, что в ячейке с корнеплодом моркови у нас формулы стоят по 0,5 баллов. Это формула 5,6. А в ячейке с замороженными плодами у нас только одна формула. Это формула 4. Она стоит 1 балл. Формула антоциана. При вычитании баллов за неверные ответы в минимальную оценку вы можете выставить 0 за ячейку. То есть, если вы уходите в минус при вычитании, вы все равно ставите 0. И обратите внимание, что правило с вычитанием относится только к таблице 2. Далее. Участники должны были провести эксперимент. Реакцию Крауса, но не с вайтспиритом или бензином и этанолом, а с этанолом и растительным маслом. Мы специально проделали и засняли все этапы и возможную ошибку при выполнении этого эксперимента. На фотографии слева мы видим с вами пробирку, в которую только что налили масло. Масло ушло вниз. Как мы видим, здесь ничего не перемешивали. И участники должны были обратить внимание, что масло занимает положение внизу, а этанольная вытяжка находится сверху. Далее, если не перемешивать и оставить эту пробирку или минимально как-то ее перемешать, вот здесь просто добавляли не очень аккуратно масло и оставили. Мы видим, что начинается у нас переход хлорофила в масло, да, вот-вот-вот, где-то здесь на границе раздел. Но, конечно, нормального разделения мы не получаем. Для нормального разделения нужно хорошее перемешивание, как показано на третьей фотографии. Хорошее, качественное перемешивание, которого они вполне могли добиться, например, используя пипетку пастера. В ходе эксперимента сначала они должны были получить вот такой вид, как в пробирке слева зеленый слой. Снизу зеленый слой содержит хлорофилл с хвостом все еще, да, поэтому он находится в масле. Верхний слой содержит этанол, и в этаноле находятся такие более относительно полярные каротиноиды, это ксантофилы, да. А в пробирке справа уже прошла реакция омулений хлорофилл, была добавлена щелочь, было произведено тщательное перемешивание. И мы видим, что слои поменялись местами. Снизу у нас, опять же, да, вот желтые пигменты, но это уже каротинный, да, а сверху в этаноле, да, у нас находится хлорофилит, да, хлорофилит А, хлорофилит П. То есть то, собственно, что осталось после омления хлорофилла, да, после потери молекулы хлорофилла хвоста, да, вот хлорофилиты находятся там наверху. И опять у нас этанол, как исходная вытяжка, окрашен зеленым. И по результатам этого эксперимента участники должны были заполнить таблицу номер 3. Ошибок было довольно много. Значит, здесь, в отличие от таблицы 2, здесь оцениваются и цвета, и жидкости, да, где спирт, где масло находится. И могут писать, конечно же, этанол, да, это, естественно, тоже засчитывается. Значит, цвета, если перемешано не очень хорошо, то цвет может быть, например, там желто-зеленый указан. Но если, к примеру, верхний слой указан как желто-зеленый, а нижний зеленый, то, тем не менее, мы это все равно оцениваем, да, этот желто-зеленый в 0,25 баллов. То есть мы не снижаем за это. Но, конечно, если у вас везде, например, зеленый и зеленый, или одинаково желто-зеленый во всех слоях, то, к сожалению, это будет 0 баллов. Значит, что у участника не получилось разделение в принципе. Значит, следите за тем, чтобы правильно был указан спирт и масло. Здесь очень много ошибок. И пигменты. Значит, пигменты по 0,25 баллов за название. Пигменты, они все выписывают уже из данного нами списка для того, чтобы не было никаких недомолвок, да. И если некоторые участники, например, пишут хлорофилл без указания А или какой-то другой в списке, я напомню, есть еще хлорофилл С, которого там быть не может. Вот за хлорофилл мы баллов не ставим, поскольку, естественно, это попытка такая вот немножко схитрить. Далее, наконец, номера формул. Здесь мы оцениваем, как указано, да, 0,5 баллов за формулу. Если у нас две формулы, то, соответственно, 0,5 и 0,5, да. Но, пожалуйста, если участник выписал все цифры от 1 до 6 и выставил их в ячейку, а еще лучше во все ячейки, то за такие ответы мы ставим 0 баллов за полное перечисление. Там же, опять же, это попытка, ну, хоть как-то заработать баллы, просто не зная, что чему соответствует. Спасибо за внимание. Разбор проводили Екатерина Алексеевна Быкова и Елена Алексеевна Лобунская. Спасибо. 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 Спасибо.